Обсуждая оружие пятого поколения, здесь мы все равно не можем не упереться в одну очень важную тему, а, собственно говоря, против кого мы все это готовим. И здесь возникает некая такая драматичная, ну то, что называется, дилемма. В современном мире есть совершенно очевидная громадная диспропорция между технологически развитыми странами и странами, которые находятся как бы на пороге технологического мира. При этом Россия находится в сложной ситуации. С одной стороны, над Россией нависают технологически мощно развитая группа стран, которые можно условно определить США и страны НАТО. С другой стороны, нас подпирает стремительно технологически развивающийся Китай, но при этом военная угроза, которая есть у России, связана точно так же с странами, которые можно назвать, опять же, пороговыми странами, не обладающими такими технологиями. Ну, например, недавняя война с Грузией, или угроза в Средней Азии, или угроза сепаратизма. При этом, опять же, сами страны Запада, которые являются технологически развитыми, имеют самые мощные современные вооруженные силы, периодически оказываются в конфликте с странами или в регионах, в которых технологии находятся вообще на уровне конца 19-го и самого начала 20-го века, как, например, завязнувшие в Афганистане США и их помощники по НАТО, когда они вынуждены воевать своими самыми современными вооружениями и самыми современными армиями против фактически отрядов партизан, вооруженных оружием середины 20-го века. Это некая дилемма или некое такое противоречие, которое, в общем, каждый из государств пытается, ну, то, что называется, разрешать по-своему. Здесь нужно понимать одну вещь. Для России, для нас является все равно основным противником, как бы мы ни пытались сейчас заигрывать Западом и как бы мы ни объявляли его дружественным, для нас основная угроза по-прежнему остается на Западе. Потому что нынешнее положение России, фактически на задворках Европы, оно, конечно, делает нас пока мало угрожающими Западу. И в какой-то степени настерпит. Настерпит, потому что Россия сидит там далеко-далеко на востоке, Россия ни во что не вмешивается, у России нет каких-то больших амбиций. И только небольшой всплеск, связанный с Южной Абхазией и Осетией, на который, заметим, Запад среагировал крайне болезненно и фактически совсем чуть-чуть не хватило до фактически военного противостояния с Западом. Потому что крики и предложения немедленно предъявить России военный ультиматум, они раздались уже на второй день войны против Грузии, или точнее войны в Южной Осетии. Но, к счастью, не дошли до какого-то реализации. И тем не менее, повторюсь, наша основная военная угроза сейчас на Западе. Россию обкладывают военными базами, Америка размещает в Европе системы ПРО, которые совершенно очевидно направлены против России, не против гипотетических иранских ракет, которые туда даже фактически не долетят. И самое главное, это не направление стрельбы для Ирана, а направлено на перекрытие европейской территории России, контроль российского воздушного пространства. Именно это вынуждает нас работать над оружием пятого поколения. Американцев, вторая проблема, наготовив громадное количество самого современного оружия, подготовив армию свою для уровня войны фактически в любой точке мира, они вынуждены, что называется, золотыми тисками давить обычные, что называется, земляные орехи. Поэтому для Америки проблема заключается в том, что любая американская война становится чрезвычайно затратной, чрезвычайно дорогой. Потому что против папуасов где-нибудь в Новой Гвинеи или, допустим, против афганских маджахедов, или против, где впереди маячит вмешательство, прямое вторжение в Ливию, против ливийских ополченцев, им придется воевать самыми современными апачами, самыми современными беспилотниками, самыми современными самолетами пятого поколения репторы и всем самым современным оружием, каждый из которых по своей стоимости превышает бюджет страны, против которой они воюют, в десятки раз. Ну, достаточно вспомнить, как, допустим, еще в самом начале Афганской войны, американцы наносили удары с томогавками по территории Афганистана, при этом доходило до смешного, когда, допустим, там, томогавком уничтожался какая-нибудь глинобитная хижина, в которой сидели там два или три талибы или там местных маджахедов, а стоимость томогавка составляла там больше миллиона долларов. Доходило до анекдота, когда, в общем, даже было однажды по одному из американских телеканалов предложено, что джентльмены, давайте просто сделаем по-другому, давайте просто всем этим нашим противникам предложим деньгами стоимость. То есть мы тратим на их уничтожение столько денег, что даже пятая часть этих денег, потраченные на переговоры с ними и на покупку их лояльности, и их любви к Америке, бы дала намного больше эффекта, чем те деньги, которые мы тратим на их уничтожение. Поэтому, повторюсь, сейчас еще раз говорю, главная проблема сегодняшнего мира заключается в том, что существует громадное несоответствие между ценой современного вооружения, между мощью и технологической сложностью современных армий, и теми задачами, которые большинство стран решает в зоне третьего мира, там, где это оружие совершенно не нужно. С другой стороны, опять же, мы стоим на пороге того, что вот это противостояние все-таки может из холодной, такой из вялотекущей, я бы даже сказал не то, что холодной, из вялотекущего такого наблюдения друг за другом, как сейчас, допустим, между Россией и НАТО, переместиться в положение холодной войны, а затем и, в принципе, закончиться определенным конфликтом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова